Во имя Отца и Сына и Святого Государства. Сегодня мы с вами собрались, чтобы покаяться в своих грехах, чтобы возрадоваться воскресеньем Христова и лишний раз вспомнить, что мы христиане. Итак, многие из нас с детства, кто-то уже в зрелом возрасте, пришли в церковь, и мы напитываемся благодатью Божией, Словом Божиим в протяжении уже 20 лет, а иногда и десятилетиями. И сегодняшнее вот зачало, которое мы читали от Бухи, там сказано, что Господь увещевал народ и говорил, какая вам польза, что вы любите друг друга, а других ненавидите. Какая вам польза, что вы даете взаймы, берете проценты, а грешники поступают так же, но даже не берут проценты. Чем вы в этом смысле лучшее? И в завершении зачала говорится, что Бог милосердует надо всеми. И солнце всем одинаково светит, и ветер гуляет над нами одинаково. Не разбираем, кто грешен, кто не грешен. И более того, Господь говорит, что забейте врагов в вашем роде, и будьте в итоге милосердны, как Отец Небесный. То есть для нас, в принципе, с вами, это в какой-то мере только напоминание. Потому что, я еще раз говорю, мы это с детства с вами знали. Но вот это напоминание как раз, оно нам и так же полезно для наших спасений. Теперь давайте вернемся 2000 лет тому назад, к еврейскому народу придем, и послушаем эту проповедь как для евреев. То, что им сказал Господь, это переворот в их сознании. То есть это было немыслимо, такие слова слышно. Почему? Потому что ближний для них и любимый для них только соплеменник. Все остальные народы, это были чуждые народы. Более того, они были, многие из них, врагами, потому что они хотели уничтожить избранный народ, как вы знаете. И возлюбить врагов для ветхозаветного человека, это было немыслимо практически. Это было что-то настолько неординарное, что не укладывалось в голове это то, что было. А Господь им вещал об этом. Он вещал Евангелие, которое мы с вами до сих пор переживаем, читая каждый раз, вчитываясь, вдумываясь и одновременно напитываясь благодатью, исходящую от святых, от священного писания, от текста святаго для каждого из нас. Как же нам тогда тоже вот на сегодняшний день любить своих врагов? Ну, для начала как бы нужно разобраться вообще, кто из нас может быть врагом друг к другу. То, что касается нашей плоти, нашей чувственности, нашей душевности, то никто не может быть нам врагами. Абсолютно. Потому что Господь допускает того или иного человека на нашем жизненном пути для того, чтобы как раз ущемить, умертвить чувственность человеческую. Чувственность и духовность – это несовместимые вещи. Одно другого не дополняют. И одно в другое не переходят. Точнее, духовность-то она может перейти, когда человек себя разнустывает, и он опять пускается на прежний путь. Подобно той собачке, которая пошла на свою берегу. Так вот, что же нам тогда с вами делать? А делать-то как раз должно то, к чему всегда призывали и Господь, и Ветхозаветные наши отцы и апостолы, которые были членами Ветхозаветной церкви. Но нарождающееся христианство, оно родилось из недр этой церкви. И когда стала распространяться по лицу земли, то затем уже церковь Ветхозаветная отпала за ненадобности, она умерла. Более того, она была уничтожена итальянцами, точнее, римлянами на тот период, и камня на камне не была оставлена. Но нам Господь даровал ту церковь, в которой мы с вами до сих пор живем. Две тысячи лет. И будьте милосердны, как и Отец Небесный, имеется в виду милосердный. Потому что во главе угла всегда Бог. Ничего невозможного путного сделать, ничего доброго невозможно, если человек не возлюбит Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Это будут слова, это будет определенная агитация и пропаганда. А как Господь обличал христианство, сердца ваши далеки, устами только чествуйте. Так вот и у нас тоже часто, да, молитва, как мы ее делаем? Устами творим, а сердце наше и ум наш, ум витает непонятным где, а сердце или каменное, или же оно мертвое вообще. Поэтому у свидетеля Амбросии Медиаламского есть такая молитва, где сказано, чтобы Господь, ну я не дословно, а вот так вот утрированно говорю, в тряпочку наше сердце герает, чтобы оно трепетало от одного имени Господь. И трепет этот должен быть не только страховой, но он должен быть любящим трепетом. И все, что мы имеем, почему Господь на самом деле, Он же разливает свою благодать всем и вся. Но не каждый стремится к этому источнику. И не каждый становится оленем и бежит на этот источник, чтобы испить этой благодать. Многие застряли или заиндивили в каких-то обмерщенных делах, в суетливых делах. Понятно, семья есть, трудность, все. Но дело в том, что все должно быть по порядку. Все должно, опять же, вращаться. Вот земля, она вращается вокруг Солнца. Теперь, оказывается, все знают об этом, да? А наша жизнь как должна строиться? Опять же, в центре должен быть Господь. И тогда будет и полегче, и на земле. Хотя Господь не обещал, что будет легко, когда Он изгонял Адама с Герой. Он сказал, что в пути лица своего будете добывать свой хлеб, он сочный. Но, тем не менее, даже в этом Господь способствует и дает облегчение. Сегодня мы также честуем святаго князя Владимира Ярослава Новгородского. О нем очень мало и вообще как бы практически еще не составлено до конца его житие. По какой причине? Ну, по простой причине. Потому что он прожил всего 32 года. И о нем в летописи буквально несколько слов. То есть, по крупицам собирает его житие. И чем он известен? Вот, однажды был один фильм такой, да? Его назвали там «Варяг» в честь великого князя Владимира Красного. Но «Варяг», конечно, он уже был по названию. Потому что в нем уже было кровосвящение. И он уже удален был от наших братьев Норманов, то есть от викингов, и варягов русских, по большому счету. Вот этого нельзя было сказать про Владимира. Почему? Потому что его мама была из рода викингов. И закон такой у викингов был, что у каждой женщины княжеского происхождения царского что-то не было в руке, но на поясе и сел меч. То есть, их воспитывали изначально в суровости. Каков север суров, так их воспитывали в этом же. Один ученый доказал, что есть средиземноморская культура, а есть, скажем так, значит, англо-скандинаво-новгородская. То есть, это было одно сообщество и по крови, и по работе, и по войне. Поэтому в каждом русском человеке капля крови скандинавского, викинга. Но в каждом викинге группа крови может быть русской. Маленькое племя Русь разросло до того, что сейчас все пытаются называть себя русскими. И гордярцы этим. Маленькое племя, вышедшее с западных берегов, Балтики, пришло в Ладогу, которую Петр I назвал Старой Ладогой, а затем они взяли Новгород, а затем они взяли Киев, и таким образом. Затем образовалась целая Российская империя. Но этого недостаточно. Вместе с викингами наши русские варяги развладели Англией, Ирландией, Шотландией, Нормандией и также южной частью Италии. Вот в те времена, как раз когда жил князь Владимир, в это время переносили мощи святителя Николая из города Миров Ликийских в Баре. И все думают, что это делали итальянцы. На самом деле это делали викинги вместе с варягами. Поэтому так почитаем до сих пор святителя Николая. И поэтому он также выбрал именно потомков варягов русских и варягов скандинавских в своем небесном покое. И чем с ним минит также... Да, почему я говорю, что он варяг? Ну, потому что у нее мама была принцесса шведская. Ее папа был креститель Швецией, по сути дела. Олаф шведский. Но они были в родстве еще с Олафом Нарвежским. Тот самый Олаф, который и так почитаем, например, у нас на севере, на севере-западе нашей России. От Санкт-Петербурга до Мурмана. И в этом отношении... Ярослав, кстати, мудрый также. Как вы помните, он скрывался у викингов, когда его застигла беда от своего старшего сводного брата. И он привел с собой дружину, не кого-нибудь, а своих братьев. И поэтому, как бы, они были неотъемлемой частью викинги с варягами русскими. Так вот, значит, что-то случилось в Константинополе до сих пор неизвестно. Видимо, обидали какого-то купца или купеческую какую-то делегацию. И отец, святой Ярослав Мудрый, в высотом крещении Георгий, послал своего сына Владимира разобраться с византийцем. Для этого был организован целый поход, и пеший, и морской, потому что викинги это морские моряки, скажем так. И они тронулись туда. Владимиру было 22 года. А править Новгороду он стал в 14. Но если это кого-то удивляет, то я напомню, что в 12 лет, в 12 лет, это было совершеннолетнее, в те времена, в 12 лет. Вот, это так для новых отрастающих коренков. Так вот, значит, они когда туда пошли, то византийцы Константинополь стали молиться в Улаферском храме в том числе. И там случилась беда с флотом. Расбросал флот. И часть тогда войска, которое командовал не только князь Владимир, но еще и один из норвежских правителей пошла берегом, а часть отправилась в Освоясе на своих кораблях. И византийцы такие радостные, ну, мы сейчас-то с ними разберемся, ураган утих, зря они так подумали, потому что варяги их разбили на голову, и они вообще все потеряли все флоты, и никто не вернулся с морского поля боя. А вот пешие, мы же варяги не пешие, я говорю, не пехота, вот, поэтому они там, вот, в Болгарии потерпели полное поражение, по сути дела, а те, которые водным путем благополучно вернулись в Освоясе. То есть сначала у Киева, а затем у Норкова, великие. И в то же время, вот, возвращаясь к нашему, зачалу евангельскому, Владимир принес великое покаяние, потому что, как бы там ни было, она тебе кровь людская. Борешься ты за свободу своей Родины, или ты идешь куда-то еще, по каким-то причинам, кровь должен снимать и смывать. Смывается она и по теме, конечно, но он еще решился и построил перед самой смертью, буквально, храм был освящен, буквально за месяц за его смертью. Величайший храм Святой Руси, который называется София. То есть поэтому, когда потом новгородцы боролись там, в том числе между собой даже, то они всегда кричали за Святую Руси. Вот такое вот достояние на века. Этот храм до сих вот стоит, и даже в годы Великой Отечественной войны, когда-то германцы пришли, или как в журналах боевых действий в 1943-1944 году, всегда писалось, противник немцам почему-то никогда не взывали. А вот когда с Карельской перешевикой боролись, почему-то ты? Противник редко использует это слово. Так вот, они как бы оставили строение, но, конечно, разграбили хорошо храм. Но, как мы знаем с вами, некоторые сейчас святыни этого храма были возвращены, считай, в 90-е и 2000-е годы. Вот для нас пример Святаго Владимира как раз тот, что мы должны в первую очередь все равно отдавать свое сердце Богу, помнить всегда, что мы все под Богом. И все люди, населяющие земной шар, это творение Божие, образ и подобие Божьей. Как они живут, это их выбор. Что мы можем с этим делать? Ну, можно поправить по подобному Антонию Великому. Видишь, брата своего согрешающего, переступи через него, иди в своей дороге. То есть ты понимаешь, что он пропадает, и он творит грех, раздохни о нем всем своим сердцем. Спасибо. 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 Продолжение следует...